Rainbow English, 4 класс, учебник, 1 часть, unit 1, step 3. Так, у нас второе упражнение, и разбираем. Нам по нему нужно заполнить пропуски вопросительными словами, чтобы получилось законченное предложение. То есть сейчас будем вспоминать переводы этих вопросительных слов, и заодно обратим внимание на такое небольшое правило. Итак, where, где или куда, when, когда, why, зачем или почему, what. Вот с what, скорее всего, в данном случае вы будете переводить как какой, какая, какие. То есть часто what переводится как что, но в данном случае, скорее всего, вы будете иметь дело как раз вот с этим правилом. То есть если после what вы будете видеть существительное, то это уже переводится не что, а именно какой, какая, какие. Who часто, конечно же, вы знаете, что это кто, чаще всего. Но, опять же, в этих ваших вопросах, скорее всего, вы его будете видеть в качестве кого или кому. Ну, сейчас посмотрим. То есть нам главное перевести, понять смысл, и разобраться, какой из вопросов нам бы сюда лучше подошел. Думаю, мы не переводим это в вспомогательный глагол. Дети читают по-английски, и ответ – texts, то есть тексты. Скорее всего, спрашивают, что дети читают по-английски. Что – это у нас what, конечно, так что сюда ставим слово what. Далее, второе. Do they go in the morning? Do, опять же, мы никогда не будем переводить вспомогательный глагол. Тоже заранее скажу. То есть они ходят утром. И ответ – to school, в школу. Получается, куда они ходят утром. Куда – это where. Часто просто люди, ученики думают, что это только где. На самом деле, where – это еще и куда. Так что ставим where – do they go in the morning. Третье. Does Rex play in the park? Does – это тоже вспомогательный глагол, как и do, мы его не переводим. Рекс играет в парке. И ответ – in the afternoon, то есть днем. Ну, дословно это после полудня. То есть можно сказать днем. Получается, когда Рекс играет в парке. Когда – это when. Четвертое. Do the boys ride bikes? Мальчики ездят на велосипедах. In the street. На улице. Получается, где мальчики ездят на велосипедах. Где – это where – тоже. Пятое. Does Johnny go to the shops? Джонни ходит в магазин или по магазинам. He helps his mother. Он помогает своей маме. Получается, почему Джонни ходит в магазины. Почему – это why. Шестое. Does Sally meet at school? Салли встречает в школе. Her friends – в ответе. Своих друзей. Получается, кого Салли встречает в школе. Это насчет вот этого who. То есть, как вы видите, да, это именно никто, а кого. В данном случае мы должны так переводить. Но ставим, конечно, мы who. Седьмое. Does he speak English? Он говорит по-английски. He loves it and knows English very well. Он любит его и знает английский очень хорошо. Тут объяснение, да, вот этой фразы. То есть, почему он разговаривает по-английски. Почему – это опять же why. И последний. Colors do you like? Так, тут как бы сложно сразу не поставив, но давайте так. Цвета ты любишь. I like blue and purple. Я люблю синий и фиолетовый. То есть, конечно, это вот касаемо вот этого правила. Какие цвета ты любишь? Какой, какая, какие мы ставим what. И вот наш итоговый результат. Вот. Продолжение следует...